Издательство Popcorn Books представляет Ольга Птицева Там, где цветёт полынь Читает авторка Я полынь трава, горечь на губах, горечь на словах, я полынь трава Ника Турбина, 1982 год Красная сандалька Уле было всё равно Она уже час листала ленту, пока комнату заливало солнце Разделяя жаркой полосой надбоя всё, до чего получалось добраться Ковёр, взвесь пыли, брошенную на пол рубашку и задвинутые в угол учебники Палец оставлял на экране скользкий след Духота делала движения медленными и тяжёлыми Уля откинулась на подушку, волосы прилипли ко лбу, полезли в рот Она смахнула их, как водоросли на мелководье Из окна потянуло ветерком Уля вытянула руку, но воздух был сухим и пыльным Снаружи как раз зашумело Это по горячему асфальту ползла оранжевая поливалка, плеская по сторонам мутную воду Та, правда, успевала испариться на подлёте Рука повисла в воздухе Уля перебрала пальцами Тень от них красиво отпечаталась на противоположной стене Уля потянулась за телефоном Наклонилась вперёд, чтобы в кадр поместилась тень и край белого стола А накиданные на него шмотки не поместились Наложила сверху фильтр Отправила в ленту Время подползало к полудню И за дверью уже слышалось сопение и шарканье Уля улыбнулась Никитка помнил, что она не любит незваных гостей Но изнывал в ожидании, когда же сестра проснётся и выйдет Он постоял немного Было слышно, как легонько скрипит под ним пол Но постучать так и не решился Взбрыкнул и понёсся по коридору в сторону кухни Оттуда доносились звон посуды и приглушённое бормотание телевизора По субботам мама жарила оладьи Под тяжёлой крышкой, томлённые в масле, политые сметаной По сто тысяч калорий в каждой штуке Уля задрала ночнушку, ущипнула себя за бок И сразу попустила Подумаешь о ладушке, когда в шкафу два кроп-топа Ожидают своего часа Ещё раз обновила ленту Потом зашла в мессенджер В десять, когда нормальные люди ещё спят Вилка предложила доехать до парка Горького Но прогноз погоды не обещал ни малейшей прохлады Поэтому гулять пришлось бы, изнывая от духоты Так что приглашение Уля проигнорировала А теперь и самой вилки не было онлайн Нужно было вставать Но Уля тянула до последнего Июнь, отданный на заклание сессии, пролетел незамеченным Он оставил после себя только ворох конспектов И тёмные круги под глазами Которые было решено не прятать Они придавали Уле пусть немного, но взрослый вид По крайней мере, так ей казалось Когда она смотрела на себя с неудовольствием Отмечая круглые щёки и мягкие локотки Сколько бы она ни худела Круглое лицо оставалось круглым А талия в приемлемые 62 сантиметра Переходила в неприемлемые 97 бёдер Свои объёмы Уля знала с точностью до десятых Но округляла в меньшую сторону, чтобы не расстраиваться Объёмы, кстати, могли и вырасти Закрыв последний зачёт, Уля неделю пролежала на кровати Листала ленту, смотрела видосики Подхватывала спелую ягодку черешни за тонкий черенок И раскусывала её, чтобы сок наполнил рот И тут же бралась за следующую Мама, возвращаясь с работы, конечно, ворчала «Могла бы полы помыть», — говорила она Но Уля отвечала равнодушно «Неделя, ма, был уговор Я закрываю семестр, ты меня неделю не грузишь» И уходила с кухни, прихватив с собой ещё одну мисочку ягод Никитка об уговоре знал крепко Поэтому к сестре не приставал Подваливаясь к боку, только когда Уля сама выбиралась в общую комнату Чтобы посмотреть дурацкий сериал без конца и края Щекоча её макушкой, Никитка осторожно садился рядом А когда Уля разводила руки в стороны, свизгом бросался на неё Брыкался и хохотал Вообще, любить брата оказалось проще, чем Уля думала Когда тот только родился Разница в 14 лет разделяла их И ничего нельзя было с этим поделать Но, глядя, как Никитка заходится счастливым хохотом в её руках Уля ловила себя на щемящей нежности Такой острый, что почти стыдный Пока Уля натягивала домашнюю футболку поверх заношенных шорт Телефон, брошенный на подушку, завибрировал Уля оторвалась от отражения в зеркале над комодом И пролистала обновления Фото тени на стене набирало лайки и комментарии «Концептуально», — писала старая знакомая с фотокурсов «Я с другой стороны стены так и почувствовала, что ты снимаешь», — отметилась вилка «Хороший кадр Твоя спальня всегда такая солнечная? Или только когда ты в ней?» Поставленное в конце сердечко заставило Улю пробежаться по тексту ещё раз Улыбка на лице стала торжествующей Костя Тимофеев со спортивного факультета Тот самый, что ходил по столовой в преступно узкой рубашке Демонстрируя миру, что не зря занимается плаванием Тот самый, что недавно добавился к Улю в друзья, но так и не написал ничего Своим молчанием заставляя нервно обновлять страничку «С ума сойти!» — пропела Уля и отправила ссылку на фотографию вилки То и не было в сети, как и спортивного красавца Ничего, можно и подождать Пританцовывая, Уля вышла в коридор, и на неё тут же налетел Никитка «Потише ты!» — ворчливо проговорила она, приглаживая вихрастую макушку брата «Мама сказала идти тебя будить, а то мы никуда не успеем» «А мы должны куда-то успеть?» — рассеянно спросила Уля, проверяя, не ответила ли ей вилка «В парк!» — мама сказала «Мы пойдём с тобой в парк, где карусель, карусель» Последние слова Никитка пропел на мотив старого мультика и понёсся по коридору к кухне «Мама!» — Уля проснулась!» Нежность к брату стремительно сдувалась Теперь Уля припомнила, что выторгованная закрытой сессией неделя Спокойствие заканчивается прямо сегодня А значит, от похода на карусели спастись не получится Уля ловко проскользнула в ванну и прикрыла за собой дверь Кафель приятно холодил босые ноги Она включила воду, делая её похолодней И юркнула в новомодный кокон душевой кабины Которую совсем недавно купил Алексей Отчим был хороший Не лез с нравоучениями, прикрывал по мелочам от мамы И не вмешивался в их крупные ссоры А ещё руководил большой фирмой Значит, мог позволить себе и эту квартиру, и этот душ Прохладная вода щекотала кожу Уля придирчиво похлопала себя по животу и бёдрам На самом деле ей даже нравилось Как округло переходит тонкая талия в бёдра Как натягивается майка на груди Уля была миленькой И сама знала это Лёгкие кудри, блеск на губах, платье с тонкими лямками В тупых сериалах говорили, что противоположности притягиваются Вот Костя с его рельефными плечами и притянулся Уля завернулась в полотенце и коснулась мокрыми пальцами экрана телефона Вилка сообщение ещё не прочитала Но Костя был в сети Задумавшись, Уля протёрла запотевшее зеркало ладонью Поправила мокрую прядь Чуть натянула века Улыбнулась сама себе, проверяя чистые ли зубы И пока тело само выполняло привычные действия В голове сочинялся ответ на утренний комментарий Что-то лёгкое и ненапряжное Но оставляющее пространство для разговора Спасибо В комнате солнечно, только когда нет сессии Во время неё мрак и тлен Напечатала Уля Замерла на секунду И отправила Дело было сделано Шумно выдохнув, Уля бросила на себя последний взгляд Ошалелые от смелости глаза восторженно блестели Натянула футболку и вышла в коридор Садись завтракать Бросила ей мама мимоходом целуя в щёку Вечером приедут Савичи, а мне ещё убираться Я помогу Ульяна открыла стаканчик йогурта И всыпала туда пригоршню хлопьев Лучше Никитку займи Он тут скачет и мешается Мама присела на краешек стула Опять своё сено ешь Это не сено, ма Ульяна потянулась за чайником Это мюсли Да знаю я Давай сюда ещё обожжёшься И пока наливала ей чай Успела сживать половину маслянистого оладушка Уля смотрела на маму с привычной досадой Она никогда не набирала вес Даже беременная с сыном Оставалась тоненькой, хрупкой и юной «Почему я не в тебя?» Спрашивала Уля А мама только отмахивалась «И в кого тогда?» Беззвучно продолжала Уля Уверенная, что этот вопрос Точно останется без ответа Про отца они не разговаривали Уля не знала, кто он и куда делся Не видела его фото Даже имени не слышала ни разу Отчество Степановна было дано ей в память о деде Но мысли нет-нет Довозвращались к теме блудного папаши Пару раз Уля пыталась задавать прямые вопросы Но мама юлила, а после откровенно злилась Нет и нет Значит, далёкому биологическому родителю Дочка не нужна А навязываться глупо